В здании будущего театра мастерская реконструкция в рамках нацпроекта культуры идет полным ходом. Сейчас строители производят монтаж всех инженерных систем, как внутри здания, так и подключают их к внешним коммуникациям. Так как завершены кровельные работы, то постепенно в некоторых помещениях уже приступают к чистовой отделке. Параллельно продолжается и устройство главной зоны – сцены большого зала. В большом зале ведутся работы по монтажу конструкций металлических для последующего монтажа верхней одежды сцены. Нижняя часть сцены пока не используется в работе, потому что ведутся как раз верхние. На каком этапе работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. В рамках выездного совещания с подрядчиками и представителями профильных ведомств она осмотрела здания, обсудила дизайн фойе и зрительных залов, проговорила соблюдение сроков ремонта. Также на совещании обсудили комплексный подход к преображению всей территории. Здесь на Чернореченской выполнят ремонт дороги по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» и благоустроят сам бульвар уже в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Местные жители участвовали в разработке проекта и подобрали наполнение прогулочной зоны так, чтобы здесь было комфортно отдыхать и жителям соседних домов, и гостям театра. За бульвар голосовали, жители активно. После того, как бульвар уже победил, обсуждался отдельно дизайн-проект. Жители вносили свои предложения, как по организации дорожного движения в том числе, потому что местные жители, конечно, знают все проблемы, которые здесь связаны с транспортом, так и по организации самого пешеходного бульвара. А чтобы благоустройство сохранялось как можно дольше, было принято решение предварительно заменить все коммуникации на участке. Был составлен график, по которому все ресурсоснабжающие организации могли, не мешая друг другу, поэтапно выполнить замену своих труб и кабелей. Пока идем полностью в графике. У нас осталось чуть больше двух недель для того, чтобы закончить работу и сетевых компаний, и чтобы уже компании, которые будут заниматься устройством дорожного покрытия и бульвара, вышли на свою работу. Каждый день непосредственно в реконструкции самого здания театра задействованы от 60 до 90 человек, в зависимости от видов работ. Сдать объект в эксплуатацию планируется в конце года. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.